Только очень-очень неумная женщина будет сильно ревновать. Зачем скучный муж, вот так, да? У которого нет каких-то интересов, увлечений. Она сама взводит от него через полгода и скажет, «О, боже мой, зачем я тебя переделала? Лучше бы ты был вот таким, немножко недоступным, но интересным». Спасибо, Сергей Владимирович. Уважаемый славацы, мы вновь прерываемся на короткую рекламу. Из рекламы вы узнаете, в каких магазинах действуют скидки, а также интересные и выгодные предложения для салавацев. Девочки, у нас на все про все час времени. То есть отличные мастера успеют. А я пока в турбосолярик хожу. Новый вертикальный турбосолярий. 7 рублей за минуту. Я все. О, классно. Я тоже в солярий хочу. Парикмахерская «Вояж». Улица Губкина, 17. А вы снизу нового института. Фирма «Виолетт» город Киров проводит меховую выставку-продажу. Снижение цен до 70%. Ждем вас 24 и 25 февраля в КДЦ «Егидель» с 10 до 19 часов. Открылся новый магазин «Купчиха» по улице Ленина. «Купчиха» – огромный выбор одежды для дома и отдыха. Красивый, на любой вкус и кошелек. Комплекты постельного белья, покрывала, одеяла, подушки, пледы и полотенца. А также гобеленовая продукция. Магазин «Купчиха» Ленина, 20, друг по 17. Подарите нежность и удовольствие себе и своим любимым. Впервые в городе Салават. В рамках целевой антикризисной программы выездного магазина распродаж при поддержке администрации и российских производителей реализуются обувь от 300 рублей, кожаные куртки-дувленки от 800 рублей. 24 и 25 февраля. ДК «Алмаз». Ключевская фабрика дверей. Это огромный выбор модельного ряда. Межкомнатные, ламинированные или из натурального шпона. Входные двери фирмы «Теодорс». Арт-двери города Ульянов. Только отличное качество и низкая цена. Оплати и забирай. Наши двери в каждый дом. Богдан Хмельницкого, 1, бульвар Салават-Улаева, 69А, торговый центр «Марго-Плюс». Салон мебели «Антарес» представляет новинку. Фотопечать, фасады под покраску, доста цветов. В субботу и воскресенье скидка 5%. Спешите. Город Салават. Октябрьская, 62А. Салон мебели «Антарес». Телефон 32-73-08. Праздник весны в Анталии. Время удовольствия. Восточное гостеприимство, турецкая кухня, вкуснейшие фирменные блюда и сладости. Внесут ваши отношения к гармонии и пониманию народных традиций турецких кулинаров. Вестра «Анталия». Частичка Турции в Салавате. Ритуальный салон «Слезам». Продажа всех необходимых принадлежностей. Полный комплекс ритуальных услуг, включая уход за могилами. Бесплатные консультации по телефону 32-63-48. Ритуальный салон «Слезам». Бульвар космонавтов 16. Помощь и поддержка в трудную минуту. Мы открылись! В «Сенден» вы купите модную, стильную, удобную, доступную обувь из натуральной кожи. Улица Ленина, 42, ТК «Годиный двор», второй этаж. «Южурал Мебель» предлагает любую корпусную мебель. У нас шкафы-купе со скидкой 20%. Внимание, акция! При заказе кухонного гарнитура – мойка в подарок. При заказе кровати – матрасы по цене производителя. «Южурал Мебель» – любые экскизы, цвета и конструкции. Стол заказов находится Островского, 31, магазин «Технософт», телефон 354105 и торговый центр «Марго» Байдулина 5А. Выбирай мебель со вкусом. Магазин «Ода» – только качественная домашняя одежда, отличное нижнее белье, домашний текстиль, бижутерия и многое другое. Задумайся о подарках праздником своим любимым уже сейчас. Магазин «Ода» – мода свободного времени. Уфимская, 44, дробь 8. Не знаете, где провести отличный отдых как с семьей, так и в кругу друзей? Банька-люкс – это то, что вам надо. У нас отличная парная, бассейн с автоматической фильтрацией воды. А для любителей водного гидромассажа – расслабляющая джакузи. Просторная и уютная комната отдыха, где вы можете заказать различные блюда и напитки. А наши цены приятные и доступные. Банька-люкс, Красноармейская, 10, телефон 351719. Мы продолжаем наш прямой эфир. Я напоминаю, что у нас сегодня в гостях Сергей Владимирович Гудков, практикующий, психотерапевт и семейный консультант. И мы переходим к следующему вопросу. Интересуется Мария Иванова. У меня внучка, 22 года, ушла из дома с ребенком к парню, который не работает, и регулярно выгоняет ее из дома. Она, сломя голову, бежит к нему обратно. Дома ни еды, ни уюта. Парень запрещает нам родным видеться и с внучкой, и с ней. Как объяснить, что так жить нельзя и с таким человеком тоже жить просто невозможно? Да. Я не сильно обрадую автора вопроса. Дело в том, что если внучка взрослая, совершеннолетняя, она имеет право делать со своей жизнью все, что захочет. Это ее право. Единственное, что здесь в вашей власти, это поговорить с ней, поговорить в таком ключе. Скажите о своих переживаниях. Здесь типичная ошибка, которую допускают многие взрослые, когда пытаются научить детей. Они говорят сразу, ты там ошибаешься, ты вообще дура. Ну или более мягко. У тебя что с головой, там все в порядке или нет. И тогда ребенок пытается встать на защитную позицию, вынужден, чтобы не потерять лицо, продолжать эту линию поведения. Так вот, важно поговорить спокойно, сказать о своих переживаниях. Вот на месте бабушек сказать, да, я вижу, что ты взрослая. Конечно, в какой-то степени уже взрослая, раз ребенок есть. Вот, что ты уже можешь поддерживать отношения, скажи, но я за тебя переживаю. Говорить вот именно о своих чувствах. Это не обидно, это уважительно. Это, наверное, то, что гораздо лучше, чем какие-то укоры, упреки, поучения, составлять человека прислушаться, сказать, что я переживаю. Вот когда я вижу вот это, я так за тебя переживаю, мне больно, там горько, обидно. Мне кажется, да, это мое мнение, мне кажется, что он, да, вот поступает по отношению к тебе так-то, так-то нехорошо. И, может быть, я вижу твои переживания тоже. И не думаю, что эта девушка очень уж рада, хотя бы в тот момент, когда ее там выгоняют, да. Вот. Но обязательно сказать о том, что, но я ничего не могу поделать, потому что это твоя жизнь. Если ты хочешь продолжать губить свою жизнь, пожалуйста, ну, знай, что мне очень жаль. Вот так. Я думаю, что это будет таким небольшим, очень уважительным, местным вмешательством, которое имеет гораздо больше шансов на то, что отклик где-то там в глубине души у этой девушки будет. Вот. Я думаю, так. Спасибо. Следующий вопрос. Правильно ли, когда бывшая моя жена запрещает мне видеться с моими детьми? Мало того, наговаривает на меня плохое. Как мне объяснить, что она не права? Да, такое тоже бывает. Бывает. Отношения между взрослыми, как между супругами, как между любящими людьми заканчиваются, дети уже есть. Отношения родительства – это фатальные отношения. То есть, если дети есть, это уже никак не изменить. Это факт. Для того, чтобы у человека было более-менее хорошо в жизни, очень важно чувствовать вот эту поддержку от обоих родителей. Хотя бы просто знать, что есть мама и папа. Потому что, я так расскажу, бывает приходят люди, начинаешь спрашивать, ну как дело, да, как-то вот жизнь никак не складывается. Что с мамой? Ну скажем, да, вот так-то, так-то. А что с папой? У меня нет папы. Извините. А как там у вас нет папы, да, вы же на свет-то появились. И для того, чтобы вот эта сила какая-то жизненная была, ребенку очень важно общаться с обоими родителями. Здесь, скорее всего, по вопросу, есть какой-то до сих пор незавершенный конфликт между бывшим мужем и женой. Незавершенный, несмотря на то, что развод происходит. У нас же как формально развод произошел, а психологический развод иногда до самой смерти не произошел. Такое тоже бывает, вот они там уже потом пять партнеров поменяли, на другой полюс улетели, а все в душе, вот эти обиды несут, вот это недовольство, там, ненависть какой-то. Это как раз тот шлейф, тот груз, который мешает свою жизнь нормально дальше продолжать. И мешает передавать успешную модель счастливой жизни детям. Поэтому, я думаю, есть смысл просто до нее достучаться, сказать, что, извини, это важно для наших детей, для наших детей важно, чтобы мы с ними общались. Может быть, у нее есть претензии, которые там через детей проигрываются. В семейной терапии это сплошь и рядом, когда какие-то невысказанные обиды говорят за детям. Это плохо, когда детям говорят, что, вот твой папа, знаешь, кстати, ты на него похож. И что тогда остается делать ребенку? Ребенок по определению лоялен обоим родителям. И тогда он подсознательно, скорее всего, будет следовать за папой, чтобы его поддержать в своей жизни. Мама будет переживать, он будет так себя вести. Поэтому говорить с ней, с бывшей супругой, что это ради них. Может быть, пересмотреть свое поведение. Ни в коем случае не выносить вот эти конфликты, проблемы, не говорить, что там. Это все, если бы твоя мамочка. Конечно, когда ребенок приходит, он смотрит на маму и спрашивает, мама, это так, но мама должна себя защитить. Эти вопросы не разбирать с детьми. Лучше, что можно сказать, что, да, когда мы познакомились, когда вы появились на свет, мы очень любили друг друга, от этой любви вы появились. Но потом это наше дело, что наши отношения закончились, что мы теперь не муж и жена. Но мы остаемся вашими родителями. И я, как семейный терапевт, говорю, что важно, если есть хоть малейшая возможность, если бывший партнер, ну, не совсем, жизненно говоря, не клинический идиот, то ребенку важно общаться, видеть хотя бы второго родителя, потому что тогда он получает вот эту такую энергетическую подпитку второй половины рода. Ребенок же продукта двух родов. Тогда у ребенка в жизни будет гораздо лучше складываться. Вот так. Спасибо. Следующий вопрос. После трех жизней в браке обнаружил, что стал меньше нуждаться в сексуальной близости с женой. Ее эта близость нужна чаще, чем мне. Как быть в такой ситуации? Тут мало информации, чтобы ответить. Ну, один из вариантов, здесь могут быть какие-то возрастные изменения, да, но ничего страшного нет. Прежде всего, вот для мужчин надо идти к мужскому доктору, к андрологу, к урологу, да, если нет, искать хороший центр, обследоваться, убирать физиологические причины. Потому что банально в нашей жизни, вот в наших реалиях, очень много каких-то физиологических проблем, которые связаны с курением, со стрессами, с неправильным питанием, чисто вот физически. Это раз. Во-вторых, может быть, через сексуальную область отыгрывается конфликт, конфликт, который не проявлен внешне. Как бывает, ну, хорошо, здесь я не согласен, но вот здесь я так себя веду, причем это не из головы придумка, да, что я тебе не хочу сознательно. Нет, оно как-то само складывается, да, чтобы ее тоже там задеть. И в-третьих, если действительно это разные темпераменты, ничего страшного, редко, когда бывает идеальное совпадение, об этом можно договариваться. Мы, взрослые люди, знаем, что интимная близость имеет много разных вариантов. Не обязательно там только вот так и никак иначе. Есть много способов показать, дать понять женщине, дать почувствовать, что она любима, что она интересна, что она желанна, независимо от того, какое состояние физиологии у меня сейчас с точки зрения мужчины. Да, вот так. Спасибо, и следующий вопрос. Я знаю, что моя жена мне изменяет, знаю и молчу. Может, стоит мне поговорить об этом с ней? Да, есть смысл, конечно. Вот, да. Здесь интересный вопрос. Возвращаясь к смс-опросу. Должен ли любимый человек догадываться о ваших потребностях и желаниях без слов? Вот, опять же, такое же соотношение. Три четверти почти что-то без одного процента отвечают на вопрос «да». Но это большая-большая проблема многих семей о том, что они не говорят открыто, они накапливают какие-то недовольства, догадки, предположения. До той поры вот это эмоциональное напряжение, оно накипает, 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 а потом «бабах!», но уже поздно. Поэтому есть смысл поговорить прямо, открыто. Если уж он догадывается, или она каким-то образом делает так, что он об этом догадывается, не случайно же, значит, может быть, она где-то интуитивно хочет ему это показать. Возможно, что это симптом, что между ними в их отношениях что-то не так. Смысл говорить прямо, уважительно. Но, опять же, по этой формуле, что «я переживаю», не сваливать ответственность за свои чувства, что, как у нас часто бывает, «ты меня расстроила», там «я не могу ничего делать с собой, как только ты это сделал, я чувствуюсь вот это». Надо сказать, «я переживаю из-за того, что вот это вижу, я думаю, что вот это вот так, хочу знать». Это нормальный способ. Если не удается переговорить вдвоем, у нас, к счастью, сейчас есть институт посредников, консультанты, психотерапевты, психологи. Не для того и существует, чтобы, может быть, какие-то очень острые, болезненные вопросы обсудить в присутствии третьей стороны, помочь это проговорить, эти чувства как-то вынести вслух, чтобы они не, либо не закипели там, не зарвались в самый неподходящий момент, либо не подтачивали здоровье изнутри, как это бывает. Спасибо. Следующий вопрос. Интересует нас Надежда, 33 года. Мой сын говорит, что в школе к нему учителя придирается больше, чем к другим, потому что его мама занимает одну из ведущих должностей в городе, да? Преувеличивает ли он? Во Вране раньше не был замечен. И что делать мне и моему сыну? Может быть, и так, и так. Бывает, что учителя обращают какое-то повышенное, неадекватное внимание. Может быть, мы знаем, в каком состоянии сейчас находится школа, сколько реформ пронеслось по школьному образованию. А может быть, это уже какие-то там его, его особенности, особенности его отношений с родителями, которые вот таким образом выходят. Ну, первое, самое простое, что я бы сделал, может быть, сходить в школу, поговорить со всеми учителями. Или, если есть возможность, прийти на занятия, сесть и посмотреть реально, как это происходит. Потому что у учителя могут быть какие-то фантазии неадекватные, могут быть у ребенка, посмотреть своими глазами. Да? Учителя, если увидят такую позицию, если они действительно необоснованно придираются, для них это будет сильный сигнал, что этого ребенка просто так трогать нельзя. Он находится под защитой родителей. Дети нуждаются, в общем-то, в такой защите очень часто. А если ребенка в школе, как называется, на него морально давит, прессует, родители ничего не делают, чтобы его защищать, это может просто входить в привычку. Ну, раз его никто не защищает, тогда мы продолжаем давить. Спасибо. Я люблю жену. Она медик, психотерапевт, 10 лет стаж. В последнее время работа ее накладывает отпечаток на отношения в семье. Куда обратиться или что вы посоветуете сделать в этой ситуации? Тут очень мало информации. Непонятно, да, какой отпечаток накладывает ее работа. Я могу только предположить, пойти на такой риск, сделать предположение. Это профессиональная деформация, когда учитель дома учит, в школе детей учит, мужа учит, вот, а врач, особенно по образованию, пытается всех лечить, независимо от того, просят, нет. Представляете, да, с утра до вечера всех лечить, они приходят, ну и по привычке пришел домой тоже сразу всех давай лечить, независимо от спроса. Вот. Что можно сделать самостоятельно? Поговорить, опять же, открытым языком и сказать, ну, извини, я не твой клиент, я не твой пациент, я твой муж. Если в этом причина, да, потому что вопрос-то не до конца ясен, если ты пытаешься меня лечить без спроса, то не надо, я твой муж. Если мне будет нужна помощь, я спрошу. А если же этот вопрос не удается решить самостоятельно, то я рекомендую прибегнуть к помощи третьего лица. Будет другой консультант, другой психотерапевт, психолог. У психотерапевтов тоже могут быть какие-то свои проблемы, потому что проще видеть со стороны, чем находясь изнутри в ситуации. И здесь нет ничего такого страшного, прибегнуть к помощи. Ну, вообще, в семье какими способами лучше решать свои конфликты между мужем и женой? Ну, первое, да. Первое, опять же, обращаясь к этому вопросу, к этому ответу без слов. Если люди ждут, что они получат какое-то бессловесное понимание, то они рискуют нарваться на неприятности. Вот в половине случаев, когда приходит пара на прием, что вас беспокоит? Вот то-то, то-то. Смотришь, и второй человек через какое-то время начинает с большим удивлением смотреть на свою пару, говорит, а что ж ты мне раньше не говорила об этом, или что ты мне раньше не сказал, а я думал, что ты все понимаешь. Нет. То есть первое, самое простое, это элементарно обсуждать. Поэтому, когда отношения складываются, когда есть представление, что это будут долгие отношения, очень полезно заранее проговорить и создать какой-то механизм, что если наше мнение в чем-то отличается, если оно не совпадает, то у нас есть способ, когда мы садимся и цивилизованно разговариваем о том, что я хочу это, а чего ты хочешь, как мы можем согласовать наше решение, так, чтобы оба от этого выиграли. То есть первое, самое простое, это разговаривать между друг с другом. Тогда много проблем, они просто даже не появляются, у них шансов нет, чтобы появиться. Отваливаться сами собой. Спасибо. Следующий вопрос. Мне 53 года, двое детей, разведено давно. Мужчины охотно со мной встречаются, однако дело до брака не доходит. Может быть, причина во мне? Да, может быть. Бывает, когда женщина себя как-то ведет, либо она внутри считает себя чем-то недостойной брака, либо у нее отношение к браку какое-то такое, ну, как говорят, на молоке обжегся, на воду дует. Она не доверяет, и поэтому она подсознательно показывает, что она не хочет вот именно таких брачных отношений. А может быть, она просто об этом прямо не говорит. В некоторых отношениях уместно, если там партнер не говорит о браке, он может никогда не сказать, может быть, он не хочет брака. Вот тоже такой один из частых вопросов, по которому бывает расхождение. Тогда надо его прямо спросить, прямо сказать, что я жду, что у нас такие-таки отношения будут складываться. да, я хочу вот так. Если партнер начинает говорить там, ну, знаешь, давай мы еще поживем вместе, конечно, можно еще пожить вместе. Три года, пять лет, двадцать пять. Он может жить вместе, но не брать каких-то особых обязательств на себя и сказать потом, ну, знаешь, что-то мне надоело как-то, вижу наши отношения, исчерпали себя, ну, пока. И все. Да, и тогда уже поздно. Поэтому, если партнер вот так вот тянет, не хочет определяться, разумно дать небольшой короткий срок, ну, ориентировочно, это недели, месяцы, и для себя точно решить, что если к концу этого срока решения не будет, значит, его не будет там через три года, через пять лет. В большинстве случаев это правило работает. Не ждать у моря погоды тогда, делать что-то самой, принимать решение. Вот так. Ну, в жизни вообще бывают идеальные отношения? Это одна из ловушек известной детский психоаналитик Винникот как-то писал, что он писал про детско-родительские отношения, но это верно, про отношения в паре. Он писал, что многие мамы, начитавшись книжек, пытаются быть идеальной мамой для своего ребенка. Они ставят перед собой заоблачные требования, не соответствуют им, они терпят крах в этом, и это сказывается на ребенке, потому что она чувствует, что она провалилась, она никчемная мама, после того, как не стала идеальной, и весь ее негатив сваливается на ребенка. Вот он пишет о том, что на что надо рассчитывать? Разумно стремиться к тому, чтобы быть достаточно хорошей мамой. То же самое можно сказать про отношения, чтобы были достаточно хорошие отношения. Когда есть согласие по ключевым вопросам? Какие ключевые вопросы? Чаще всего в российской практике, в семейной. Это несколько жизненно важных сфер. Отношения по поводу денег, отношения по поводу детей, как мы выстраиваем отношения с нашими ближайшими родственниками, друзьями, отношения по поводу карьеры, это отношения по поводу секса, и по поводу того, как мы распределяем свободное время. Пожалуй, 5-6, редко когда это 10 самых главных вопросов. Если по этим ключевым вопросам есть общее согласие, то какие-то остальные принципиальные вопросы не решаются. Вернее, это вопрос уже не принципиальный. Скажем, он любит смотреть футбол, она к футболу равнодушна, тогда, допустим, второй телевизор, пока он смотрит футбол, он смотрит свой сериал, а потом они опять вместе. И это тогда не проблема. Но если где-то, скажем, есть несогласие по ключевому вопросу, скажем, она хочет большую, но где-то у Семёна, он на неё смотрит, через 3 года в ужасе говорит, а ты что, зачем нам дети, нам и так хорошо. И если она не готова остаться без детей, это будет вечный конфликт, она всегда будет переживать. Я говорю, она, это может быть и он, но чаще всего такая ситуация встречается. Когда этот вопрос сразу не решён, должны ли у нас быть дети, сколько их будет проблем. тема. Поэтому, возвращаясь к нашему вопросу, наверное, идеальных отношений не надо ждать, мы не идеальные люди, но достаточно хорошие отношения можно построить, к ним можно стремиться. Их можно, ну, при начальных, хороших шансах как-то создать, развить, укрепить. Сергей Владимирович, к сожалению, наша эфира подходит к концу. Мне бы хотелось, чтобы в заключении вы всё-таки, наверное, пожелали что-то нашим салаватцам. Хорошо. Я вижу такой живой отклик. Естественно, тема отношений такая живая тема, актуальная, все времена. Вот. И три простых секрета или рецепта для того, чтобы ваши отношения были успешными. Первое. Это знать и понимать, чего я хочу от отношений. Второе. Как говорил один из моих учителей, держать глаза открытыми, открыть уши, как-то прислушиваться к себе, чтобы понимать, чувствовать, вообще, я двигаюсь в ту сторону или нет. И третье. Если я замечаю, что отклоняюсь, двигаюсь не в ту сторону, то иметь какую-то гибкость, чтобы скорректировать своё поведение и опять вернуться и двигаться по направлению к намеченному результату, к тем отношениям, которые будут радовать. Всего доброго. Спасибо, Сергей Владимирович. А тоже, уважаемые телезрители, желаю вам счастья, семейного благополучия и оставайтесь с нами на канале Телеконтур. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова